Девушки отдыхают Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Это передача «Что делать?» и ее ведущий Виталий Татьяков. Мы обсуждаем, как известно, проклятые вопросы русской истории, русской современности. Среди этих проклятых вопросов есть существование такого феномена мирового, как Соединенные Штаты Америки. Некоторые считают, что это нам мешает, некоторые считают, что помогает. Но в этот год, когда мы думаем о президентских выборах, некоторые из нас думают не только о президентских выборах в России, но и о президентских выборах в США. Вообще я считаю, что, коль скоро от США так много зависит в этом мире, и коль скоро они себя считают хозяевами данного мира, что отчасти может быть и так, то абсолютно демократично было бы избирать президента США прямым голосованием всего на земле и земного шара. Но боюсь, что консервативная американская система до этого не дойдет. Поэтому поговорим сегодня о том... Я задаю первый вопрос для короткого ответа, и он сводится вот к чему. Все мы так или иначе представляем, как функционирует наша избирательная система, может быть, теоретически, кто-то реально практически, как можно контролировать ход выборов, результаты голосования у нас. По вашим ощущениям, или вы, кто-то из вас, безусловно, это знает, в принципе, можно проконтролировать ход выборов Соединенных Штатов Америки? Или вообще задача... Сысканы, я имею в виду, это вообще задача, которую даже не нужно ставить настолько она нереальна, Сергей Михайлович? Я думаю, что с точки зрения проведения технологии избирательных кампаний и подсчета голосов, есть какие-то вещи, которые представляют для нас интересы, кое-что, мне кажется, использовалось у нас. Есть вещи, которые не имеют никакого отношения к нашей стране, к специфике нашей политической культуры. А кто станет президентом США, в конце концов, будут определять не международные наблюдатели, которые туда, в общем-то, формальные не будут даже приглашены, а будут избирать, будут определять американская система выборщиков, не избирателей, не граждан, а выборщиков, поскольку там двуступенчатая система. И там существует отлазимая процедура, которая позволяет сохранять легитимность выбора. Даже в том случае, как Джордж Бушмарший в 2000 году, он собрал голосов на полмиллиона меньше, чем его противник, и тем не менее система признала легитимную его победу, поскольку он действовал по правилам. И вот в этом сила, мне кажется, американской политической системы в том, что правила основные соблюдаются. Владимир Владимирович. Я даже не стою вопросу, зачем, но вопрос, как он тоже остается. Да, вот как. Вот как это сделать, и что это может дать. Дело в том, что, конечно, американская демократия имеет свои дефекты, они много пишут и говорят сами американцы, и в Америке немало желающих поконтролировать и посмотреть за тем, как не нарушаются ли права избирателей. Но проблема в том, что эти дефекты американской демократии связаны с конституцией страны, связаны с законодательством, с несовершенным, связаны с практикой, которая там существует. То есть, собственно, нарушений существующих законов в американских выборах, на мой взгляд, не так уж и много. А именно это составляет предмет внешнего наблюдения и мониторинга. Конечно, есть нарушения и процедур, об этом тоже достаточно хорошо, об этом можно и сказать, и обсудить эти вопросы. Но это все-таки, я бы сказал, незначительная часть проблем, которые существуют в американских выборах и в американской демократии. Валерий Ильич, хорошо. У меня несколько другая точка зрения, как у юриста. Юрист всегда замечает все негативное. То, что политологи, историки могут пропустить мимо ушей, либо мимо глаз, то юрист цепляет и фиксирует в своей памяти. Что касается американской демократии, конечно, демократия – это не что иное, как инструмент. Он может притупиться, он может стать негодным. Вот американская демократия, как инструмент, за последние годы притупилась. А что самое страшное, нередко оказывается в негодных руках. Еще Конфуция говорил, что есть подходящие люди, принципы процветают. Нет подходящих людей, принципы умирают. Вот если говорить о том, что происходило в Соединенных Штатах за последние 8 лет, можно говорить о том, что принципы американской демократии во многом стали больными, а может быть даже, ну, не, дайте-ка скажем так, но больными. Я на нескольких примерах поясню. Вот, допустим, выборы 2000 года, о которых сейчас было сказано, да, это дефект институциональный, то, что президенту может стать человек, который набирает меньше голосов избирателей. Вот такая система, двухстепенчатая система выборов, при которых, как на последних, на выборах 2000 года, получив на полпроцента больше голосов избирателей, ГОР получил на 5 голосов меньше в коллегии выборщиков. Но за этим стояли другие факты, другие факты. Исход выборов в 2000 году решил Анинштадт, Флорида, где был губернатором брат нынешнего президента. И как происходили выборы в то время? Проходили массовые махинации на выборах, а когда демократы, растерявшиеся демократы, стали требовать пересчеты голосов, и Верховный суд Флориды принял решение, такой ручной подсчет голосов, пересчет голосов допустить, тоже толпы бесчинствующих республиканцев стали осаждать избирательные участки, сжигать документацию. Это было. И в этот момент большинством голосов в один голос, в 5 на 4, Верховный суд Соединенных Штатов запретил ручной пересчет голосов. Вот так президентом Соединенных Штатов стал Джордж Буш младший в 2000 году. Это вот что касается демократии, как она может работать в разных руках. Александр Иванович, у Вас еще был опыт, когда Вы были представителем ЦИКа, попытки контролировать, как наблюдатель международный, поэтому Вы можете сказать, со знанием дела практического. Можно и нельзя. И о личных впечатлениях. Для меня выборы – это процедура, это процесс. И я бы даже так могу вопрос поставить. Это соревнования избирательных систем. Ведь мы живем в 21 веке, у каждой страны есть национальная система выборов. Ничего плохого в сравнении этих систем, в конкуренции этих систем нет. Я вот когда выезжал в Соединенные Штаты, знакомиться с их избирательной системой, я для себя сделал несколько парадоксальных выводов. В Иванович, в Соединенных Штатах Америки нет федеральной избирательной системы, нет гарантий государственных организаций проведения выборов федеральных, в том числе президента, конгресса, нижней палаты парламента. Я приведу примеры. Вы говорите, как проконтролировать с помощью международных наблюдателей. Нет основ для проведения международного мониторинга избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки. Нет основы даже для мониторинга национальных наблюдателей собственных выборов в Соединенных Штатах Америки. В законах о выборах нет упоминания о политических партиях. Да, 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 это так. Потому что есть закон 2002 года о содействии избирательным компаниям в Соединенных Штатах Америки. Это буквально закон, принятый для поддержания демократии в Соединенных Штатах Америки буквально несколько лет назад. Я приведу другие компоненты. Нет системы избирательных комиссий. В нашей стране есть разветвленная система избирательных комиссий, на которой лежит вся полнота ответственности за организацию проведения выборов. В Соединенных Штатах Америки эту функцию выполняют секретари штатов, которые очень часто сами же участвуют в избирательных процедурах. Сами, кто организует выборы, очень часто сами же себя и выбирают. Или другой пример. Нет национальной системы учета избирателей. Существует так называемая уведомительная система, кто захотел поучаствовать в избирательной кампании, их 300 миллионов избирателей. 200 миллионов уведомили о том, что они будут принимать участие, значит они будут участвовать в выборах. Главное, зарегистрироваться. 100 миллионов не зарегистрировались по сложным правилам, даже никто не учитывает как избирательный корпус страны. Поэтому мой вывод таков, что с точки зрения соревнований избирательных систем, использования новейших избирательных технологий, Соединенные Штаты отстали от передовых демократий, которые соответствуют многим международным стандартам, и отстали в том числе от российской избирательной системы, от практики проведения выборов в Российской Федерации. Владимир Евгеньевич, ну вот вы как председатель ЦИКа нашего проведете... Еще в Америке как председатель ЦИКа не был. Нет, вот как проведете президентские выборы в России, а осенью вы собираетесь туда ехать? Если пригласят, мне было бы чрезвычайно интересно. Насколько я понимаю, там и так система приглашения отсутствует. Поехать. Мой предшественник Александр Альбертович Вишняков дважды посещал в качестве наблюдателя Америку в 2000 году на выборы. Как раз он был во Флориде. И в 2004 году в Иллинойсе. Мог сравнить эти... И высоко оценил тот прогресс, который был достигнут после 2002 года, после принятия закона, как помочь Америке голосовать. В 2002 году он был принят. И насколько улучшилась система голосования по сравнению с 2000 годом. Тогда вот мне хотелось бы понять вот эту избирательную систему США, которую мы мало знаем, но кроме того, что все знают, что там двуступенчатая система... Там очень сложная система формирования списков избирателей. А вот помимо списков избирателей, давайте с верхушки начнем. У нас ЦИК, и вы здесь его представляете, и можете намного рассказать, как он устроен. А какой аналог Соединенных Штатов? Есть аналог. На самом деле, наши функции частично разделены на федеральном уровне в Соединенных Штатах Америки между двумя органами. Это сначала федеральная комиссия по выборам. Шесть, если не ошибаюсь, шесть членов, назначаемых Конгрессом, предлагаемых... Президентом и удобряемых Сенатом. Или неудобряемых? Конгрессом. Сенатом. Это комиссия по содействию выборам, по-моему. Ну, Конгрессом. Там не разделили. И с 2002 года создана комиссия по содействию выборам США. Вот у них, если суммировать их функции, скажем, комиссия по содействию выборам США, она внедряет современные системы голосования, проверка, сертификация аппаратов, распределение федеральных средств, выделенных на модернизацию, на новое оборудование, выработка единых рекомендаций по совершенствованию избирательных процедур и так далее. Процесс регистрации избирателей. А федеральная комиссия занимается другой частью нашей работы. Вот если их соединить вместе, это будет довольно близкий аналог на федеральном уровне. Ну, я как раз хотел бы американистов послушать, потому что мне накануне нашей встречи сказали, что вот эта федеральная избирательная комиссия, где шесть человек, оказывается, там три от республикатов, три от демократов. А многочисленные другие партии Америки, они как-нибудь представлены. Ну, вот спецификов какая-то. Приходится возвращаться к истории, ведь Соединенные Штаты возникли первоначально как конфедерация, фактически центрального правительства не было. И едва они развалились сразу же. Отсюда, почти 240 лет назад, приняли они Конституцию, где очень сильны права штатов. И это проявляется, в частности, и в избирательной системе, поскольку Конституция прописала, что президента избирают выборщики, а каждый штат сам определяет систему избрания выборщиков. Ну, ясно, это конец 18 века. Я тут должен сказать, что для тех времен республика в Америке – это был великий прогресс по сравнению с той же царской Россией. Вот это наследие продолжается до сих пор. И вот те органы на федеральном уровне, которые регулируют выборы, они в основном регулируют процесс финансирования, и то не очень удачно, президентских избирательных компаний. Все остальное фактически отдано на откуп штатам, где разные правила регистрации, разные требования, разная система голосования. И федеральная комиссия по выборам вовсе не является тем органом, который, скажем, может аннулировать, признать недействительным результаты выборов в штатах. Вот эта раздвоенность между центральным правительством и органами власти штатов в значительной степени составляет уникальную особенность американской политической системы. И это делает ее, при всем том, что, скажем, мы тоже федерация, как Соединенные Штаты, но делает во многом американский опыт неприемлемым для других стран. Фактически никто слепо, никто в мире слепо американскую конституцию, избирательную систему, не повторяет. И за эти 200 с лишним лет настолько зашел вперед процесс демократизации, что и в европейских странах, не говоря уже про нашу конституцию, принятую всего лишь 14 лет назад, уже многие вещи зафиксированы с точки зрения понимания современной демократии. А в американской конституции, в американской избирательной системе, вот это наследие, понимание демократии, благородных виржинских джентльменов, которые, будучи хорошо образованными людьми, придумали идеальную систему сдержек и противовесов. И не дай бог, чтобы всякий какой-то простолюдин избирал бы президента, который обладает чуть ли не королевскими полномочиями. Вот этого-то они не хотели. Времена изменились. Все-таки я не понял. Если возникает, существует много партий, десятки партий в Америке, кроме республиканской, демократической, если вдруг какая-то наращивает свою популярность среди населения, она может вклиниться в эту избирательную систему? Это первое. И классический вопрос, который у нас всегда обсуждается, что такое по-американски административный ресурс? Он есть, он может использоваться? И как он используется, если может использоваться? Да, пожалуйста. Что касается независимых и новых партий, то это действительно, на мой взгляд, одна из проблем американской демократии, потому что нынешняя избирательная система, она сделана под двухпартийную систему. Она, вернее, сформировалась и приспособлена к обслуживанию двухпартийной системы и сохраняет ее монопольные положения. Во многом этому способствует. Чем это выражается? Дело не только в составе комиссий по выборам, где нет независимых партий и кандидатов. Да, 3 и 3. Да, 3 и 3. Значит, дело в том, что доступ, важнейший момент, доступ для новых независимых, так называемых, третьих партий, к бюллетеню избирательному в США, очень трудная процедура, требующая большередств и усилий. Если ведущие партии попадают в эти списки автоматически, то здесь сложные процедуры сбора подписей, петиции, где-то около миллиона голосов нужно собрать, если вы хотите во всех 50 штатах участвовать. Это требует средств, повторяю, усилий. Вторая проблема, где дискриминация налицо, это доступ к СМИ. По существующим правилам и традициям СМИ обязаны представлять альтернативные точки зрения, но, как правило, эта альтернатива сходится к формуле демократ-республиканец. Место для третьих независимых партий. Вот сейчас, когда мы начали впервые в истории России независимый мониторинг прессы в ходе избирательной кампании декабрьской нашей, вот Александр Владимирович Иванченко руководит этой работой, мы первым же делом наткнулись на такой очевидный факт, что Россия, как и все европейские парламентские государства и как и Соединенные Штаты Америки, имеет в информационном поле преобладание четырех парламентских партий. То есть, как в Германии представленные в Бундестаде партии имеют значительное преимущество в информационном пространстве страны, как вы только что сказали в Соединенных Штатах, республиканцы и демократы, так и у нас четыре парламентские партии, предшествующие Четвертой Думы, имели около 60% общего информационного пространства. Но я еще раз подчеркну, это лишь доказывает, что наша парламентская демократия ничуть не хуже парламентской демократии к Западу от России. — Понятно. А еще какие? Административный ресурс. — Административный ресурс, ну, здесь уже говорилось. — Главное зло российской избирательной политической системы. — В какой-то степени на уровне Штатов, если говорить. Это вот аппарат секретаря Штатов, который ведет этот подсчет, пересчет часто, ответственный за проверку, как я понимаю. И вот во Флориде как раз этот был случай, когда республиканка, явная сторонница Буша, была как раз этим Патрици Харрис, по-моему, была секретарем Штата, и в ее адрес было много обвинений, потому что она очень необъективно подходила к этой всей технологии. Так что это вот на уровне Штатов. — А, кстати, вот чем эта история все-таки кончилась? Напомните, с этим пересчетом голосов. — Ну, пересчет был закончен как раз в то время, когда разрыв сокращался и в одно время достигал... — Верховный суд, по-моему, принял решение. — Верховный суд запретил. — Какое? — Запретить продолжение пересчета. — А мотив? — Мотив там был технический. Два момента. Первый, что уже поздно, дело шло в декабре, когда нужно было собирать коллегию выборщиков. А второй мотив был более изощренный, насколько я помню. Продолжить ручной пересчет во Флориде значит поставить в дискриминируемое положение всех остальных избирателей. Вы проверяете точность голосований по Флориде, но вы не можете обеспечить такую же точность по всей остальной стране. И поэтому вы ущемляете права всех остальных избирателей. — Потому что Верховный суд не имеет юрисдикции вообще над выборами. И дело добралось до разбирательства в Верховном суде, поскольку демократы заявили, что были нарушены гражданские права. И именно на этом обосновании Верховный суд сказал, что если будем уважать гражданские права, те, чьи дырочки неправильно посчитали, то мы нарушим гражданские права тех, кого посчитали. — Да. Ну да, хорошо. И что еще там интересного, специфического? То есть я вот сейчас уже понимаю, что невозможно. А, не будучи американистом и не имея доступа хотя бы визуальному наблюдению за всем этим, а я так понимаю, американцы такой доступ не обеспечивают и не собираются обеспечивать. Ты просто не можешь ничего проконтролировать. В лучшем случае можешь телезерную картинку наблюдать. — Нет. Ну, у них были все-таки и в 2004 году. Вот я специально перед приходом сюда поинтересовался, какие миссии наблюдения были приглашены. По крайней мере, две миссии я нашел. Это ОБСЕ, куда были включены представители... Небольшая миссия. Была включена представители Британии, Франции, Германии, Италии, Португалии, России. Это в качестве Александра Берш-Вишнякова, Испании и Соединенных Штатов, между прочим. И вторая миссия, которую мне удалось обнаружить, это миссия другой организации, состоявшей из представителей Филиппин, Канады, Аргентины, Гаити, Северной Ирландии, Парагвая и Пуэрто-Рико. — Да, Владимир Ильич, вы хотели... — Что касается административного ресурса, он, конечно, проявляется в разных качествах. Но если вернуться к решению, с дневным решением Верховного Союза Соединенных Штатов, там было голосование 5 на 4. Четыре судей Верховного Суда, их 9, 4 судей, которые были назначены президентами и демократами, все единодушно проголосовали за пересчеты голосов во Флориде. Пять судей, которые назначались президентом республиканцем, проголосовали против пересчета. Это просто как один из... — За классический административный ресурс. — Другое проявление административного ресурса. — Но это редкий случай, когда до Верховного Суда добралось дело. — Да, конечно. Следующее проявление. Известно, что в Соединенных Штатах госслужбы делятся на карьерную и политическую, когда кто-то продвигается по ступенечкам... — Политические назначения. — Да, политические. А вторая категория без экзаменов, просто политические назначения. Их очень много. Это тысячи людей, которые кормят своих домочадцев. Эти домочадцы — это такая вот административная пятая колонна, если так можно выразить, которая на выборах, конечно, будет всемирно содействовать кандидату от той партии, которая представлена их кормильцам. И вот таких примеров можно много приводить. Но главное то, что все равно вся избирательная система в Штатах, она предельно децентрализована. И тут профессор Рогов очень правильно сказал, что это не только архаичная система, она еще и предельно децентрализованная система. — А которые сами партии, они могут друг другу контролировать? — А наблюдатели от партии присутствуют? — Наблюдатели от партии есть там? — Присутствуют. На каждом избирательном участке присутствуют. Да, да. Я помню, я просто скажу, такой маленький пример. Я был на выборах 92-го года в Нью-Йорке. В это время были президентские выборы, а я был в штате Нью-Йорк. И поскольку я американец, попросил, чтобы мне позволили пройти в кабинку, избирательная кабинку. Потому что я написал много, а никогда не видел, что такое машина для голосования. Меня пропустили, но при этом на своей спиной стояли наблюдатели от двух партий. Говорят, что я ничего не трогал. — А за собой вот как они? — Они следят. Допустим, приходят к избирателю, говорят, я хочу проголосовать. Он должен громко объявить свою фамилию. Рядом стоят представители двух партий, и они контролируют. Могут, да, проверяют, могут вызовет протест и так далее. — Наибольшие возможности для махинации существуют при регистрации избирателей. И это в первую очередь касается афроамериканцев, испаноамериканцев, в общем-то, людей малограммных, людей, зачастую не имеющих документов. А ведь в Америке нет паспортов. Требуется driving license, то есть водительские права. А если у человека нет водительских прав, значит он вроде не человек. Social security number, то есть номер социального страхования. Тоже далеко не все зарегистрированы. И вот на этом основании, там, где республиканцы контролируют избирательные округа или пользуются определенным влиянием, примерно 2-3 миллиона потенциальных избирателей и демократов просто не регистрируются, они отсеиваются до выборов. Ну, демократы там, где могут, отвечают тем же, но, как правило, республиканский избиратель, он образованный, богатенький, у него юриста есть, его так просто не отошлешь. А вот из гетто, ребят, это можно там... Я здесь скажу следующее. Меня поразило, когда я изучал труды Владимира Ильича. Нашего? Нашего Владимира Ильича Латицкого. Здесь присутствующего, да. Присутствующего здесь Владимира Ильича Латицкого. Но тебе, я надеюсь, вы тоже изучали свое время? В свое время, да. И кое-что еще помню. Он сильно критиковал избирательную систему западную, он говорил, что ужасную, да. Нас критикуют зачастую в российской прессе о том, что у нас постоянно немного изменяется численность избирателей. Вот в этом году я могу сказать, что численность избирателей у нас изменилась с утра до вечера дня голосования на 1,15%. Всего-навсего. То есть я не достиг обещанной цели, я хотел до 1% довести. То есть, вы знаете, что 2 декабря ЦИК считал, что избирателей там услуга 100 миллионов, а оказалось... 108 миллионов. По итогам голосования оказалось в списках внесено на 1,15%, на 1,15% больше избирателей, заявивших о своих правах и так далее. Но мы и эту цифру сократим. На президентских выборах, я надеюсь, будет еще меньше разницы. Мы огромные усилия затрачиваем сейчас на сверку списков избирателей. И все равно есть масса претензий. А сейчас избиратели — это живые люди. Могу сказать, в день голосования большее число жалоб идет именно на то, что не нашли себя в списках. 539 жалоб таких. Это плохая цифра, мы будем ее уменьшать. Но, когда я прочитал, что в 2000 году в Соединенных Штатах Америки из проживавших почти 206 миллионов лиц в возрасте старше 18 лет, имеющих право голоса по Конституции, в списке избирателей было внесено и зарегистрировано только 156,5 миллионов. То есть разница составила более 50 миллионов. Я решил, что мне есть чем гордиться. Я все больше убеждаюсь, что невозможно ничего проконтролировать в той системе, если только внутренне ее не сидишь. И то, наверное, не до конца. А вот у нас мнение устойчивое сложилось, что ну как-то люди проголосовали на каждом избирательном участке, потом эти участки закрываются. Тут, правда, есть какие-то наблюдатели от партии, но тем не менее вот эти члены избирательной комиссии, они могут, в принципе, там любую цифру нарисовать и потом куда-то в ЦИК отправить, там не заметят или... Вот как-то так это. В США люди, конкретные избиратели, конкретные партии предъявляют обвинения не в судах, а вот в газетах, в связи с информацией, что мы сомневаемся в то, что то, как проголосовали конкретные люди, как мы проголосовали, что так было подсчитано. Такие есть претензии и на чем они основаны? и вот на тех же выборах 2000-2004 года, скажем, в штате Огайо, который тоже был одним из ключевых в определении исхода выборов 2000-го года, там выяснилось, что очень существенная разница в количестве избирателей, проголосовавших за республиканцев, за республиканского кандидата в президенты, и куда меньше голосовало за республиканцев на другие посты. Одновременно идут и выборы на целый ряд должностей в штатах. И сравнивая, так сказать, с предыдущими выборами, явно возникают нескладушки. И вот демократы пытались судиться, пытались доказать, что там крупная махинация была, но не произошло. А скандалы в прессе это совершенно нормальные вещи, обвинения в том, что был мухляж. Но этих обвинений обычно не бывает, когда большой разрыв, с очень крупным разрывом побеждает кандидат, ну тогда уже после драки кулакать. Я бы добавил, Виталий, я бы добавил, что сама постановка вопроса о возможном пересчете голосов, когда разница между претендентами невелика, стоит больших денег. И та партия, которая заявляет о том, что она хотела бы пересчитать голоса, должна внести залог. Да я с удивлением узнал, что за пересчет должен ты платить. Совершенно правильно. Вот в Соединенных Штатах Америки основным игроком на выборах являются деньги. Когда вы задавали вопрос, а как же работает в Соединенных Штатах Америки административный ресурс, у них административный ресурс приобрел вот такое, ну скажем, имидж денежного мешка. Потому что без внесения, без сбора, прежде всего, огромной суммы денег, несколько сотен миллионов долларов, практически стартовать и участвовать в президентской избирательной кампании невозможно. Вот еще существенный вопрос сводится вот к чему. Насколько я понял, у американцев, в частности, претензии к развитию предвыборных компаний в России и в других странах сводится к тому, что у нас мало критикуют разного рода кандидатов, но особенно кандидатов от этих главных партий. Но тут возможно срабатывает совершенно иной подход к предвыборной агитации. В Америке она априори строится на негативистской почве. То есть ты должен не столько хвалиться его кандидата, сколько разоблачать соперника. И поэтому компромат в широком и в узком понимании слова это основная составляющая вообще избирательной кампании в смысле пропаганды, агитации. А у нас такой позитивный подход. Нужно показать положительное и желательно запретить негативное, тем более, что его трудно проверить в момент предупреждения кампании. У нас совершенно две разных психологии, их нельзя состыковать. Виталий Виталий Я могу сказать, что некоторым изданиям определенной направленности в России очень не понравились декабрьские выборы. Потому что практически мы сумели вместе с партиями исключить любые вбросы компроматов. А в США исключили это и тем самым несколько снизили тиражи определенных изданий. Я так понимаю, что в США это доминирующая линия исторически реализованная? Не совсем так. Конечно, есть и позитив, и есть действительно вопросы, по которым они спорят. Снижать налоги, повышать налоги, увеличивать социальные расходы. Но вот тут я считаю, что да, конечно, критика в ходе избирательной кампании часто ведется грязными методами. Но здесь все-таки я бы считал, что не надо перебарщивать в противоположную сторону. Мне не вполне понятно, и тут нам стоило поучиться у американцев, как это запрещать негативную оценку кандидата, с которым ты борешься за победу. Ведь ты же должен доказать, что ты лучше, а вам хуже. в эфире и только в дебатах, пожалуйста, Первый момент, где мне представляется американский опыт, при всех недостатках американской системы, здесь можно было бы посмотреть и найти какую-то новую грань, которую можно было бы использовать. Я имею ввиду не грязный компромат. Действительно, вещи, скажем, кандидат в президенты от республиканской партии претендент, который выступает за ужесточение миграции, оказывается, у него дома работают нелегальные иммигранты. Это же не компромат, это фактор, который показывает двойное ханжество его. В одном случае только. Если это не срежиссированный сюжет и интервью не с подставной служанкой, горничной и так далее. К сожалению, у всех почти работают нелегалы. Второй момент это с финансированием. Опять же, есть много дырок в американском законодательстве, но тем не менее существует достаточно отлаженный бюрократический механизм, который позволяет проверять, как финансируется кандидат, как финансируется компания. Здесь у нас еще, по-моему, очень многое предстоит сделать, потому что далеко не всегда, по крайней мере, с точки зрения избирателя, видишь, что любая у нас предвыборная агитация ведется в соответствии с правилами. И третий момент, организация дебатов. Когда вот сидит шесть человек, и каждому за две минуты наглый модератор говорит, скажи, что ты думаешь, хватит, время истекло. Ну, это же не дебаты, это издевательства. В Америке не сразу сложился этот механизм дебатов, но тем более двухпартийной системы, два кандидата. Но, тем не менее, система дебатов, которая позволяет достаточно четко показать именно позитивный, за что кандидаты выступают. Ну, и посмотреть, кому ты больше доверяешь. Но это в двухпартийной системе такие дебаты куда легче организовать, чем многопартийные. Я бы к этому списку добавил еще один момент. Возможно. Это роль судов. Да, были случаи, одиозные решения, конечно, Верховного суда по Флориде в 2000 году, но все-таки то, что американцы, как правило, и независимые, в том числе и новые партии, прибегают к помощи судебной власти в отстаивании своих прав, это реальный инструмент. И, в общем, во многих случаях суды играют эту роль независимого контролера. И вот здесь, мне кажется, тоже у нас нам есть чему поучиться. Ну, мы, безусловно, стремимся развивать систему принятия судебных решений, как со стороны заявителей, так и со стороны избиркомов. Потому что, в конце концов, некоторые необоснованные высказывания в наш адрес нам тоже уже порядком надоели. осенью выборы президента США и, насколько я понял, присутствующие здесь американисты сами говорят, что, может, некоторые кризисные явления в избирательной системе присутствуют. А сейчас, судя по всему, еще кризисные явления в этом наборе кандидатов в президенты. Афроамериканец, женщина, которая, вроде бы, впервые претендует реально на пост президента. До того Анджела Дэвис была только уже много десятилетий назад. И это не срежет. Были и другие. Вот. Вот вы сейчас отрешимся от этих самых судно-избирательных технологий и дефектов избирательной системы. Можно сейчас предсказать, кто будет президентом политологически? Или это какой-то неожиданный результат? Категорически отказываюсь от этого делается? Поскольку я считаю, что это самые интересные выборы, наверное, за последние 50 лет. Происходит не кризис американской политической системы, а очень серьезная перестройка. Меняется состав политической элиты. Отсюда среди кандидатов... На нашем опте перестройка это преддверие более чем кризиса. Ну, американцы говорят слово transformation, что все равно означает перестройку. Так вот, меняется состав политической элиты, и это начало некого нового этапа в развитии американской демократии. Вот как начинала, как аристократическая республика для избранных, 3-5% всего принимало участие жителей Северной Америки, постепенно получили право голоса мужчины, потом женщины. В 20-м году только. Значительно позже, чем Финляндия в составе Российской империи. А Италия и Франция дали женщинам право голоса только в 45-м и 48-м годах. Я еще застал аспирантом, когда приехал в Штаты, вывески, вроде уже законы о гражданских правах были приняты, но видел все еще вывески только для белых, только для черных. И вот исход этих выборов будет иметь очень важное значение, потому что он совпадает и с очень серьезными изменениями на мировой арене. Это американское поражение в Ираке. Это новая конфигурация сил в мировых финансах. Формируется многополярная система, и сама Америка становится все больше и больше уже не как она возникла, страной белых англосаксов протестантов. А это своего рода срез всего мира. Где и черные, и испанские, То, что я желал, чтобы весь мир голосовал за президентом США, сейчас они стихийно к этому подошли. Только в маленькой... Но будем надеяться, что все-таки они, американские избиратели, выбирая своего президента, не будут избирать царя, который будет управлять всем миром. Здесь, наверное, надо еще отметить, что все-таки голосование в Соединенных Штатах Америки довольно контрастно по регионам. Дальний Запад, Средний Запад, Восточное Побережье. Там очень пестрое голосование. Вот если, опять же, декабрьские выборы в России сравнить, то декабрьские выборы в России впервые показали довольно равномерное голосование. То есть практически, вот если посмотреть на наши карты электоральные, они, кстати, у меня тут с собой есть, могу показать. Она большая, но закраска этих карт очень равномерная. То есть вот если посмотреть голосование за партии, сейчас я покажу, да, вот если процент, полученный партиями по регионам, видите, он довольно равномерная окраска. Нет очень сильной пятнистости. Вот, видите, так, довольно равномерно. Это все партии так. То есть нет выдающихся результатов. Вот, скажем, вот «Справедливая Россия», там, это четыре партии, прошедшие в парламент, очень равномерно. То в Америке все-таки голосование консервативных относительно штатов и, скажем, сельскохозяйственных штатов довольно серьезно отличается от голосования Восточного Побережья. Я думаю, что и Владимир Ильич, и вы подтвердите. Все больше политический регионализм, конечно, вы верите. По-моему, Владимир Евгеньевич Чуров, я не знаю, с какими намерениями он приходил в эту стилю, на эту передачу, мне казалось, что он всерьез хотел проконтролировать правильность волеизъявления американского народа на ближайших президентских выборах. К концу передачи он уже сказал, что это обмен опытом, знаниями и прочее. Но, допустим, Владимир Евгеньевич Чуров приедет осенью в Соединенные Штаты Америки, понаблюдает, один ли, или там, с десятком, или сотней тысяч других наблюдателей, и они скажут все вместе, нет, выборы были непрозрачные, ну, гипотетически, значит, непрозрачные, несправедливые, и результат вообще не тот, как выявили, как голосовали американцы. Вопрос, как на это отреагируют сами американцы? Верховный суд США, другие суды, участники предлубной гонки, вот они заметят этот вердикт этих наблюдателей, если допустят еще их, ну, допустим, допустим. обидно, но не заметят. Американцы, американцы, почему, почему? Американцы абсолютно убеждены в легитимности своей политической системы, считают ее идеальной, их не интересует мнение других. В общем, это идеологическая установка американской нации, Америка светоч для всего мира. Америка нас, дураков, должна учить уму-разуму, а ей у кого-то учиться. Вот, как ни странно, нация мигрантов, вот ей в голову не приходит, что надо бы у кого-то поучиться. В этом смысле американцы, конечно, суверенная демократия, и они это будут рассматривать как вторжение во внутренние дела, внешнее и совершенно неприемлемое для себя. Если только, конечно, не будет серьезных доказательств этих нарушений, что, в общем-то, не исключается, но, верно, можно себе представить, что, допустим, проигравший кандидат, опираясь на мнение зарубежных наблюдателей, скажет в полемике, в дискуссии, в системе доказательств, он скажет, кстати, и Владимир Евгеньевич Чуров, представитель ЦИК России, тоже... Мы будем иметь хороший, такой свежий американский политический труп. Да. Я просто подаю то, с чего я начинал свое выступление здесь, за этим кругом столом, что для американцев проще закрыть глаза на нарушение, чем признаться в самих фактах нарушения. Это действительно... Это уже даже без всяких наблюдателей, уже перед самими собой. Да, да, да. Им проще смириться с нарушениями, чем признать это перед всем миром. Я с этого начинаю. Да, Александр Ильич, у вас. Я также считаю, что американцы, рядовые американцы, рядовые избиратели уже давно смирились с тем, что не они определяют судьбу, кому быть президентом. Этот вопрос долгие 200 лет в Соединенных Штатах Америки решает коллегия выборщиков. Выборы в Соединенных Штатах непрямые, выборы косвенные, выборы, не отвечающие высоким демократическим стандартам, которые установлены в Европе и в России. Не согласуюсь с своим коллегой. Зачем вам ехать? Мы признаем выборы в США демократичными на взаимной основе. Но поскольку наши раньше, то президентские, то вы ждете сначала положительный вердикт от них, естественно, я в нем не сомневаюсь. Мне кажется, что надо четко разделять какие-то общие принципы демократии, современное понимание демократии. И право кого-то самозванно выступать в роли арбитра и говорить вот эти выборы легитимные и демократические, а здесь нелегитимные, недемократические признавать не будем. Нам, я думаю, надо думать о том, как строить демократию у себя, как ее развивать дальше, а не переживать по поводу американской демократии. Пусть американцы переживают. А мы, собственно, не переживаем, тем более, что, я так понял, в первую очередь из уст специалистов послушает, как прозвучало, а не только по выбору. Переживай мы по поводу, не переживай, американскому политическому классу и в целом населению, наплевать, как мы оценим их выборы. Хороша эта позиция или плоха, не знаем, но я бы сказал, что нужно Владимиру Евгеньевичу Чурову, все-таки, если его пустят в США, дадут возможность что-либо там проконтролировать. Я не очень люблю термин контролировать, ни в применении к российским выборам, ни в применении к выборам. Мониторить, как сейчас неуклюже выражаются. Наблюдать. Да, наблюдать. Наблюдать. То вы обещаете потом приехать и вот всю правду о своих впечатлениях, даже если она будет неприятной для вас, как наблюдателя. Ну, я все-таки не только политик и председатель Центральной избирательной комиссии, но я все-таки еще и дипломат немножко. То есть, всю правду мы так и не узнаем об американских выборах, даже из уст нашего собственного возможного наблюдателя. Спасибо. До новых встреч. Продолжение следует. Что делать? Что делать?